Привет, друзья! Совсем недавно, а недавно это значит вчера, я изобрел очередное свое изобретение в области электротехники и изобрел D-триггер. Да, я его так и назвал. Вот такой вот интересный триггер Демоника. Ну, что же тут удивительного и что же тут странного и почему до меня никто такой триггер не изобретал? Вот выглядит он абсолютно так же, как обычные триггеры. Вот схема классического триггера, который условно можно назвать RS-триггер. И он способен сохранять свое положение бесконечно долго, пока подано питание. Об обычных триггерах, а также о D-триггерах, T-триггерах, M-триггерах, S-триггерах мы поговорим чуть позже. Там голос мой изменится, я буду показывать вам картинки и рассказывать, что что значит. А пока мы перейдем, а точнее продолжим на более интересном моменте, на тех триггерах, которые вы не найдете ни в описаниях, ни в журналах радио, ни тем более в кино. Ну а чтобы вам понять, что я буду сейчас показывать, показывать я буду тиристорный триггер. Да, о таком триггере практически никто не слышал, потому как сделан этот триггер всего на одном тиристоре. Да, на одном тиристоре. Резистор, тиристор и нагрузка в виде светодиода. Этот же светодиод нам показывает, что триггер у нас работает. Как работает обычный триггер на двух транзисторах? Он работает так, что в случае нажатия кнопки SET он устанавливается в единицу, а RESET он перекидывается в ноль. Где же здесь кнопки, где здесь входы SET и RESET? Ну, тут надо немножечко применить мозги и знание некоторой техники. Значит, если мы объявили, скажем, вот эту точку выходом, то управлять мы будем, очевидно, через вот эту точку, и она будет входом. Как нам сделать SET и RESET? Давайте просто воспользуемся тем, что подавая в эту точку либо положительный, либо отрицательный потенциал, мы можем изменять, существенно, существенно изменять, с точностью да наоборот, состояние этого триггера. Итак, у нас появляются две точки, а точнее две кнопки входа. Так будет удобнее. Давайте добавим эти две кнопочки. Я их пока вот так вот штрихпунктиром нарисую. Вот здесь у нас будет такая кнопка RESET. А здесь будет кнопочка SET. То есть SET обычно обозначается латинской S, а R. Вот у нас получился RESET триггер. Да, немножко грубовато, но если вас смущает то, что здесь мы должны пальцами нажимать вот эти кнопки, то в обычном триггере здесь эти кнопки могут заменить кто? Транзисторы. Правильно, ребята? Тут могут быть транзисторы. Я специально кнопки так нарисовал. И тогда у нас уже появляются вот эти вот два входа. Один вот этот вход и один вот этот вход. Высокий потенциал на базе этого транзистора. Этот транзистор открывает и замыкает вот эти два контакта. Вот вполне типовая схема RESET. Хотя выглядит он на самом деле гораздо сложнее. К концу ройка, как я уже говорил, я его покажу. А сейчас суть вопроса. Суть вопроса как раз вот к этой схеме. Можем ли мы организовать, не используя транзисторов, всего лишь на одном теристоре ту же самую функцию? То есть функция даже с какой-нибудь таблицей истинности, которая позволит нам, воздействуя на кнопочку SET и на кнопочку RESET, изменять вот в этой точке на выходе состояние от нуля до единицы. Давайте сперва продемонстрирую, как это работает, а потом мы уже будем смотреть. Итак, у меня есть RESET и SET. Ну а точнее сделаем так. Пусть эта кнопка будет SET, загорелся светодиод, а это RESET, светодиод погас. Мы исполнили как раз ту самую функцию, которую выполняет RES-триггер, получая сигналы на вход S и на вход R. SET устанавливает триггер в положении 1, без инверсии, а RESET в положении 0. Что касается инверсного входа или же без инверсного входа, то мы легко его можем получить следующим образом. Если нам не нравится, что по нажатию кнопочки S здесь возникает единица, то мы можем воспользоваться вот этой точкой для выхода. Здесь как раз будет противоположный 0. То есть по отношению к этому выходу, вот этот выход, если мы его используем, он будет инверсным. Но суть не изменится. Триггер будет срабатывать и запоминать то состояние, в котором он находился, в которое его установили. Сейчас на столе лежит чудовищно простая схема, которую я уже показывал не раз на картиночке. Вот эта простая схема. Которая выполняет роль триггера, имеет входы SET и RESET и может удерживать состояние включено бесконечно долгое время, пока вот эти батарейки не сядут или же подано питание. Так действуют все электрические схемы. Даже комопы в конце концов когда-нибудь разряжаются. То есть память на полевых транзисторах, она тоже уязвима. Правда, срок разряда очень и очень длительный. Именно поэтому их используют. Но в моем случае мы говорим не о полевых транзисторах, а о вот таком вот тиристоре. Да, маленький небольшой тиристор с вот такой вот маркировочкой я использую вместо всей вот этой схемы. И функционал получается тот же. Вот у меня сейчас на выходе горит красненький светодиод. Вот, нажимаем буковку RESET, ну или просто кнопку RESET, светодиод погас. Кроме того, мы можем прекрасно видеть по прибору, сейчас вся шкала прибора 1 мА, ток потребления вот этой триггерной схемы. Вот такого триггера он не нулевой, а вот такого триггера нулевой. То есть сколько бы я ни крутил, ток будет равен току, протекающему через закрытый тиристор. А что это значит? А это значит, что с точки зрения экономии электричества и построения схем, вот такая схема проигрывает схеме, которую сделал я на тиристоре. Ну да, я сделаю, а почему мне не гордиться? Надо было написать еще здесь демоника, как-нибудь подпишу. В общем, такая схема прекрасно и устойчиво работает с прибором или без. Кстати, давайте уберем прибор и без прибора ее запустим. Этой схемой мои уважаемые зрители и друзья наслаждались уже много дней тому назад, то есть вот она вся такая простая. Вот, давайте, значит, мы ее устанавливаем в режим set, единичка, устойчивая единичка, то есть что бы вы ни делали, тиристор не перейдет в то самое состояние нуля, пока мы не нажмем ему кнопочку reset. Хорошо, с этим триггером мы справились. Другой чудесный триггер, о котором я в начале ролика и заикнулся. Не менее интересный, но более прикольный. И, как говорится, властью данной мне моей кухни, я объявляю эту схему тоже схемой демоника. Вот, это схема обычного RS-триггера, который собран всего лишь на одном тиристоре. От этой схемы мы легко переходим к следующей схеме. Здесь как бы все очень даже просто, наивно. Я уже не буду пояснять, что это обыкновенный RS-триггер, сейчас у нас лежит на столе, но снабженный еще дополнительной кнопкой, о которой я расскажу чуть позже. Вот, в предыдущем триггере у нас была кнопочка set и reset, и она выполняла функцию переброса. Здесь у меня также две кнопочки. Они расположены как раз вот в этих самых местах, то есть это в данном случае классический триггер. И сейчас мы будем сетить и ресетить вот эту вот конструкцию, в которой нет ни одного резистора, а есть лампочки. Ну подумаешь, резисторы лампочками заменил. Хорошо, хорошо, ребят. Вы еще не то увидите. Итак, мы включаем эту схему. Вот у меня горит рабочая лампочка, которая говорит, что триггер находится в одном из дежурных состояний. И здесь у нас сейчас единичка на выходе. Хорошо. Нажимаем эту кнопку, и единичка перекинулась вот сюда. Ну то есть сейчас у меня единичка вот здесь. Соответственно здесь у меня практически нолик. Хотя видно, что спиралька немножко светится. Вот, но это легко понять. Это все-таки лампочки, настройка не очень точная. Нажмем вот эту кнопочку. Желтая лампочка загорелась. Эту кнопочку. Зеленая лампочка загорелась. То есть триггер работает. Все хорошо, все замечательно. Ну а где же тогда изобретение? Что вот такого особенного в этом вот триггере, который управляется кнопками сет и ресет? Давайте лишние кнопки вот здесь уберем в сторонку. Все. Вот у нас все здесь на месте. Ну а дело-то все в том, что вот из этого обычного триггера, так же как в случае из этого обычного тиристора я сделал RS триггер, то вот из этого триггера я сделаю триггер D. D триггер, конечно, к концу ролика послушайте мои отмазки. То есть насколько D триггер, он не T триггер, а T триггер не S триггер, а M триггер чем отличается. В общем, там запутаться можно. И я вас окончательно к концу ролика запутаю. Но пока что все будет выглядеть очень просто. Вот у меня две схемы триггеров. В одной из схем стоят резисторы, в другой схеме стоят лампочки. И вот в ламповой схеме, в ламповой схеме, именно вот ламповую схему я объявил, D триггер демоника, есть свойство, есть свойство того самого D триггера, а точнее T триггера или счетного триггера. Счетный триггер, T триггер, D триггер или же так называемое импульсное реле – это мечта многих блогеров научиться это делать и создавать, конечно же, самоделки на свойстве такого триггера, который будет сохранять свое состояние, не в зависимости от того, какую кнопочку мы здесь нажали. То есть нажали эту кнопочку, одна лампочка горит, нажали эту кнопочку, другая лампочка горит. А от того, сколько раз мы нажали другую лампочку, а точнее кнопочку, извините, оговорился. Вот кнопочка, которая будет задавать тактовые импульсы, будет изменять состояние этого триггера и лампочки будут загораться то эти, то эти, ну лампочка будет загораться то вот это, то вот это. Можно ли такое сделать из обычного триггера? Да, можно, схема есть, схема содержит емкости, индукцию, либо резисторные какие-нибудь ограничители дополнительно к этой схеме. И в принципе она работает, она хорошая, я за нее ратую. Но здесь еще проще, здесь-то нет никаких конденсаторов. Фишку и особенности этой схемы я довольно-таки хорошо разжевал в предыдущем видео, ссылочку дам в описании, если не поленюсь и не забуду. А сейчас мы организуем так называемый S-вход и срабатывание этого триггера по импульсам. Причем, да, будет довольно забавно. Давайте вот так вот, вот так вот подключу кнопочку, вот у меня кнопочка. Что я сделал? Я подключил кнопочку, которая разъединяет питание. И сейчас я буду управлять этим триггером не вот этими кнопками, как это было обычно, а вот этой кнопкой. Нажав эту кнопку, горит зеленая лампочка. Нажал эту кнопку, еще горит зеленая лампочка. А теперь горит желтая лампочка. А теперь зеленая. А теперь желтая. А теперь зеленая. Поочередно переключаются лампочки, когда я нажимаю вот эту кнопку. Никакого фейка тут нет. Никаких хитростей делать не надо. Все производит, потому что теряется симметрия плеч вот этого триггера. Лампочка разогретая имеет сопротивление гораздо больше, чем лампочка холодная. И триггер перекидывается при каждом включении питания. Перекидывается. То есть, что же это такое получается? Если вернуться к классической схеме, которую мы уже сделали, RS-триггер, который имеет кнопочки сет и ресет, или входы сет и ресет, входы, если вот так транзисторы обозначить, мы сюда добавили еще и, ну, можно сказать, C-вход, который работает по таймеру, по периоду, по фронту, по срезу, но не важно. Короче, мы добавили сюда еще один вход, который обычно на микросхемах, ну, или в схемах обозначается C. C, 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 вот так вот, пусть будет C. И мы его приделали вот сюда. Сейчас я вот здесь вот сделаю размыкание. И вот так вот землю на замыкание. Именно здесь у меня как раз эта кнопочка и расположена. Вот смотрите, это у меня минус питание, и здесь находится вот эта кнопка на размыкание. То есть, теперь у нас появился C-вход. Вот кнопочку опять вот так вот нарисую. Вот, подавая импульсы на который, мы изменяем положение, ну, то есть, мы изменяем единичку и нолик на выходе этого триггера. То есть, у нас уже получился триггер, который свое состояние координирует с тем, сколько раз была нажата вот эта кнопка. Чтобы это было красивше видно, я сейчас покажу, переключившись на обратку. Чтобы вы меня немножечко понимали, что я называю обраткой, у этой кнопки есть три контакта. Вот эти контакты, они сейчас, вот они, раз-два, они нормально разомкнутые. А вот эти нормально замкнутые. Поэтому я сейчас подключаюсь на нормально замкнутые обратные контакты, как выключатель. Вот выключатель, он обычно у нас разомкнутый. Это нормально. А замкнутый, это ненормально. Ну, так мне захотелось назвать. И вот теперь лампочка горит, а я буду управлять вот этим вот C-входом. Желтая, зеленая, желтая, зеленая, желтая, зеленая. Надежность этого переключения такая же, как у обычного триггера, то есть со всеми флуктуациями. Триггер не изменит свое положение, потому что он сам себя подтягивает в нужное состояние. То есть чем сильнее открыт этот транзистор, тем вот здесь вот в этой точке и вот в этой точке положение будет больше укрепляться. Это вот хорошо наблюдается, если вы понаблюдаете, как разгорается лампочка. Сейчас я это сделаю и вы увидите. Вот видите, слабо горит спираль накаливания и здесь более сильно горит спираль накаливания. Смотрите на спиральки. Вот эта лампочка сильнее начинает разгораться, а спиралька здесь тухнет. И поначалу она горела достаточно ярко, но потом она ужимается, то есть теряет свою яркость. Давайте теперь на желтую наблюдайте. То есть вот поначалу есть такая повторная как бы вспышка, это нормально. Но потом спираль еще сильнее гаснет и еще больше изменяет свое сопротивление. Итак, всего из пары деталей, именно из пары деталей, не логических элементов, а из пары деталей я сделал устройство, которое обладает свойствами РС-триггера и Д-триггера, счетного триггера, Т-триггера, но не М-триггера и не С-триггера. О триггерах сейчас буду рассказывать. Долго нудно, возможно неинтересно, так что можете вторую часть ролика не смотреть. Но скажу одно, что вот такую вот реализацию пока что никто и никогда не делал. Ну да, должен же я сам себя похвалить, если меня так просто не хвалят. И мы сделали триггер, по сути дела счетчик, который можно дальше скомбинировать. То есть если это счетчик всего лишь на два состояния 0 и 1, то мы можем сделать счетчик на три состояния. А вот о третьем состоянии мы поговорим как-нибудь в другой раз. На этом все. Слушайте лекцию и будьте внимательны.